приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и недостатке сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 4 июня поговорим о народном празднике в этот день а также что можно делать в этот день что нельзя делать в этот день и на какие моменты обязательно стоит обратить внимание чтобы этот день прошел для вас благополучно и успешно 4 июня народном календаре этот день отмечен как день василисы соловьи и также эта дата известна как василиска в день васильковый день василиск синитель или просто наши предки называли это соловьиный день в этот день существовало много обрядов обычаев потому что именно наши предки верили в особую магическую силу этой даты они ни в коем случае не ходили в огород потому что считалось что если в этот день 4 июня ухаживать за растениями то ничего кроме васильков и полыни не уродиться а еще верили наши предки что именно 4 июня можно привлечь в свою жизнь достаток и любовь давайте далее более подробно но православная церковь этот день 4 июня вспоминает святого мученика василиска каманского василиска был рожден в городе амасья что в каппадокии в третьем столетии нашей эры и был племянником святого мученика феодора тирона он был пойман и заточен в тюрьму каманах за то что святыми молитвами заставили перекинуться статуи артемиды при правлении императора максимяна в тюрьму к святому явился иисус и сказал что поддержит его в данном выборе и в испытании которые готовил ему император со временем василиску было предложено принести жертву для языческих богов но мученик дал отказ на сотрудничество за что и был обезглавлен 308 году за веру во христа такой день народе прозвали еще днем василиска день святого вас и или как мы уже говорили соловьиный день в древние века говорили что в этот день рождался из яйца василиск который именно 15 января снес семилетний петух а потом яйцо было высижено лягушкой в этот день каждый должен был проверить у себя в курятнике нет ли у него такого яйца на вид оно должно было быть круглым и покрыто чешуй сшатой кожей что в свойственном для змей василиска нас называли такое интересное мифическое существо которое имела на себе и было похоже сразу на нескольких животных сзади был хвост змеи или дракона сверху голова петуха а туловище и глаза жабы которые могли убить на повал одним лишь взглядом такой миф вспоминается в средневековых рассказах и писаниях люди очень переживали за то что найдут такое яйцо у себя накануне и перестраховывая все найденные яйца варили дома вкрутую в данной предки наши предки ни в коем случае не занимались никакими делами на огородах была такая народная примета что из всего посаженного именно в этот день взойдет лишь бурьян до васильки хозяйки знали одну хитрость которую проделывали каждый год в этот праздник они брали в карман семечки этих самых васильков и бросали к посаженной на поле ржи согласно народным приметам если посаженным семенам ржи добавить хотя бы одно семечко василька то урожай ржи будет отличным в этом сезоне дожди в эту пору были не новостью это предвещал ветер если направление его резко менялась с одной стороны в другую а если частые молнии будут в этом месяце то будет прекрасный урожай зерновых но когда наблюдалось большое скопление оводов и пауков значит удастся собрать обильный урожай огурцов радуга могла рассказать много и о погоде и и ждали после дождя как никогда если ее было видно после дождя еще долго то это было к ней погоде а если она быстро исчезала то наоборот считалось что погода будет отменная дожди она обычно сулила западная радуга если же ее было видно со стороны востока тогда и погода будет радовать желтая радуга была хорошей погоде зеленая радуга на предстоящий дождь а красная на неприятный ветер с высокой температурой на рассвете прислушивались к природе поближе 4 июня потихоньку наблюдали как нас начинает цвести черная и белая малина пытались уловить мелодичное пение соловья и если в ноток его пение было чувство радости и веселья то считалось что погода должна обрадовать тем же помимо забав соловьиным пением были еще и игры в этот день девушки собирались у березок в этот день и гадали по веночкам сплетенной из как раз таки березовых маленьких прутиков венки с сняты из головы кидали водоемы которые находились неподалеку если они не тонули то удача была на их стороне девушки чивенки пошли на дно и не плыли не расстраивались так как это давало им понять что стоит под напрячься собраться и двигаться вперед нельзя ни в коем случае было останавливаться на достигнутом и не паниковать вообще сегодня были запрещены слезы особенно со стороны женского пола согласно народной примете и мне рекомендуется показывать слабость и лить слезы не от радости не от горя в противном случае в течение они будут все время грустить и расстраиваться а если девушка была еще и незамужняя то о своем венчании она могла забыть на ближайшие 12 месяцев что же касалось уже замужних женщин то так им сегодня не стоило встречи своих мужей по рассказам так девушка лишала нескольких лет жизни своему избраннику а в некоторых случаях и вовсе могла стать вдовой в этот народный праздник не было принято работать на полях и огородах иначе взойдет лишь только бурьян полынь до васильки из-за этого люди тратили все свои силы и энергии на то чтобы максимально прибраться у себя в доме но и следовало в эту в этот день мыть и подметать полы если в доме было очень грязно то начинали убирать подальше от выхода так как могли метлой вынести удачу напрочь в поддержку данной народной приметы мы можем порекомендовать тоже за заняться уборкой выделите несколько часов дабы привести в чувство любимый дом пропылесосьте и уберите на кухне в комнате протерите пыль и очистите запотевшие зеркало ванной сегодня вам это под силу и даст даже небольшой заряд бодрости также в этот день наши предки чистили стоило обязательно мыли свой скот и кормили и люди очень были счастливы и радовали своих таким образом четвероногих друзей и немного давали им вздохнуть уже по летнему сегодня было запрещено ловить птиц в особенности соловьев и сажать их в клетку себя дома песни соловья в домашних условиях могли навлечь огромную беду семье в противовес данной народной примете люди которые действительно увлекались ловлей соловьев лечили их и ухаживали за ними у себя дома старались успеть полностью их восстановить и отпустить к четвертому июня так как знали что тогда придут хорошие новости и вести также ни в коем случае не пытались себя оправдать просто знали что народ по народной примете так было положено и приметы не выбирают а вот именинники друзья 4 июня были василиск владимир и иоанн также друзья в этот день не подходит для поиски работы и собеседования обращаем ваше внимание поэтому этот вот такой вот день считался один из самых неудачных дней для собеседования и в целом для поиска работы поэтому если вам предложат 4 июня вакансию лучше откажитесь от нее потому что она не принесет вам удачи к сожалению также нельзя целый день сегодня было сидеть дома нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу погулять и сходить в гости также обращаем внимание что сны в эту ночь будут пустыми правда в некоторых случаях они смогут продемонстрировать ваши скрытые способности но для этого надо постараться хорошо запомнить сновидение что сделать в этот день как правило бывает довольно сложно родившиеся в этот день очень надежны вызывают доверие также они скрупулезно относятся к работе к своим обязанностям могут анализировать делать выводы учитывать опыт прошлых ошибок также они не любят заниматься пустыми делами а также разбрасывать свои силы и энергию понапрасну друзья это были народные приметы на 4 июня далее друзья у нас с вами лунный календарь на 4 июня по лунному календарю с нас с вами ждет 5 6 лунный день растущая луна знаки зодиака лев знаете сегодня достаточно активный день один из судьбоносных дней этого лунного месяца он хорош для осуществления всех ваших планов в том случае если вы решительно настроены на успех также этот день подход для кардинальных изменений во многих сферах но не за счет поиска новых возможностей а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся новое хорошо в том случае если вы хорошо продумали все аспекты нововведения и твердые уверены в том что именно они принесут вам благополучие это гармоничный день во всех смыслах этого слова который примеряет разум и тело когда духовное развитие активно поддерживается физическим так что в этот день можно достигнуть хороших показателей занимаясь своим телесным и духовным здоровьем сегодня нужно тщательно анализировать все свои жизненные позиции что-то пересмотреть от чего-то отказаться а также сменить направление мысли если что необходимо если правильно настроить себя в этот день на волну добра любви и все прощения то выбранное направление очень скоро самым лучшим образом скажется на вашей жизни и даже возможно порадует вас также в этот день обостряется чувствительность когда интуиция может подсказать правильное решение особенно если это касается выбора вашего окружения или продуктов для постоянного меню прислушивайтесь в этот день к своему внутреннему я чтобы избежать досадных ошибок споре с доводами разума в этот день обязательно побеждает интуиция также этот день хорош для дороги но не совершайте недобрых поступков даже если вам тяжело не переносите тяжесть на окружающих примите происходящее как данность со временем вы увидите что все что не случилось все было к лучшему можете провести этот день на природе также сегодня хорошо и помечтать а лучше всего соединить приятное с полезным провести день на природе в мечтаниях и раздумьях в любом случае проведите день спокойной доброжелательной атмосфере создайте сегодня подходящую атмосферу что же касательно стрижки волос то стрижка в этот день наградит вас творческой энергией настроить на лучшее этот день считается днем преображения и очищения также уделите сегодня и внимание своей внешности если вы еще не записались к своему парикмахеру сделать это прямо сейчас стрижка сделанная в этот день окажется именно той которую вы давно хотели и будет идеально гармонировать с вашей фигурой и стилем одежды положительные изменения вашей внешности теперь чаще всего будут отмечаться и коллегами и членами семьи также помните о том что подстригая волосы в этот день вы избавляетесь от всего лишнего что способствует поступлению новой энергии вашу жизнь вас появится уверенность в себе в лучшую сторону изменится и материальное положение не забудьте сегодня об оздоровительных процедурах сегодня это может быть для вас очень полезно что же касательно окраски натуральными красителями то это поможет в развитии деловых связей волос лучше всего взбить высокую пышную прическу и это привлечет стать и природную энергию вот такой друзья у нас с вами день 4 июня по народному календарю и по лунному календарю с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии ну а прямо сейчас на экране друзья вы видите два прямоугольника это следующий рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам больше нравится смотрите там много полезной важной нужной и интересной информации для вас